МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники финансовой милиции вскрыли схему хищения лесоматериалов. На одном из крупных гомельских предприятий по деревообработке и производству мебели они задержали руководителей среднего звена, которые неплохо зарабатывали на лесопродукции, продавали ценные породы древесины частным структурам. За полгода ущерб, который причинили сотрудники своей компании, составил более 21 миллиона рублей. В схеме нелегальной продажи ликвидных лесоматериалов, в основном это была древесина дуба, участвовал мастер отдела лесного промышленного хозяйства. Кражи проходили на лесозаготовительных участках. Как правило, за одну рубку из пяти машин одна не доезжала на предприятие и отправлялась с партнером по серому бизнесу. Лес они покупали за полцены, потом делали из него палетку и продавали в Европу. На денежные средства подозреваемых на сумму более 30 тысяч рублей наложен арест. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению других фактов хищения данными должностными лицами. В отношении одного из подозреваемых прокурором Горбинской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные подозреваемые находятся под домашним арестом. В настоящее время следствие продолжается. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до десяти лет. По уголовному делу проходит несколько человек. Главный его фигурант работал на деревообрабатывающем предприятии около 20 лет. Сейчас им занимается милиция, а в скором времени вопросы к нему появятся и у следствия. Подозреваемым грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Уборщица, которая подожгла себя на проходной фабрике Коминтер, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом накануне сообщили в ожоговом отделении Гомельской городской клинической больницы. Напомним, 9 июня женщина вошла в административное здание фабрики, предварительно облив себя горючей жидкостью, а затем совершила попытку суицида. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Это произошло около 7.30 утра. 55-летняя уборщица экспериментального цеха Гомельской фабрики по пошиву костюмов зашла на проходную в перчатках с бутылкой горючего и зажигалкой. Она подожгла себя мгновенно и вспыхнула вся. У нее в руках была только зажигалка. Больше ничего не было, она уже была подготовленная. Женщина вспыхнула, как факел. Потушить огонь на теле женщины удалось сотруднику подрядной организации, который в тот момент ремонтировал на проходной фабрике электронный турникет. Начал приступать к работе, и буквально через минут 5, может максимум 10, подошла какая-то женщина, начала бурчать себе под нос непонятными фразами какими-то. Потом я на это не застрял внимания, начал заниматься своим турникетом, его ремонтом. Ну и потом я поднял голову, обнаружил большую вспышку. То есть горит человек огромным пламенем. В панике, в крики, не знали, чем ее затушить. Ну, я сказал, дать ей какое-нибудь покрывало большое, если есть. Мне дало в гардероб, в гардеробе нашла женщина покрывало, это покрывало схватил. Тем самым женщину сбил с ног, положил ее на пол, накрыл ее покрывалом и, соответственно, потушил этим пламя. И через некоторое время мне принесли ведро с водой, я залил ее водой полностью, чтобы полностью снять с нее горячий воздух и тому подобное. Женщину госпитализировали. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Как сообщил директор фабрики, работница цеха была на хорошем счету. Всегда с ней здоровался, спрашивал Света, как дела. Она говорит, все хорошо. Ну, в общем-то, если думать о том, что ее как-то притесняли, или там в заработной плате была обижена, у нее, кстати, по заработной плате немножко выше, чем у других остальных уборщиц. Потому что мы ей дали за ее хорошую работу, в общем-то, расширенную зону обслуживания. Обслуживал экспериментальный цех и склад сырья. Поэтому у нее заработная плата для уборщицы, можно сказать, выше, чем 400 рублей. Поэтому для меня это шок, новости, такая большая неожиданность. Даже как это ценить или проанализировать, честно сказать, я даже не могу. С ожогами 50% тела пострадавшую доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии Гомельской городской клинической больницы. После ее перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас женщина находится в стабильно тяжелом состоянии, без ухудшений и положительных изменений. При поступлении пациентка комментировала, что находилась на лечении в отделении дневного пребывания Гомельской областной психиатрической больницы. Несколько лет назад у потерпевшей умер муж. К тому же она имела проблемы с оформлением пенсии. Как сообщили на предприятии из Карелии, где она работала после аварии на ЧАЭС, так и не пришли документы, необходимые для подтверждения трудового стажа. Отдел кадров предприятия сейчас занимается решением этого вопроса. Правоохранители работают над выяснением всех обстоятельств происшествия. 26 работников Гомельского гарнизона МЧС, которые стали сильнейшими по итогам районных этапов соревнований, накануне приняли участие в конкурсе «Лучший начальник дежурной смены подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь». В программе испытаний два основных этапа. Огневая полоса психологической подготовки, которая включает в себя прохождение препятствий, специальной аварийно-спасательной экипировки, и эстафета, которая представляет собой линейное развертывание пожарного рукава и транспортировку пострадавшего. Ежегодно конкурс выявляет лучших спасателей. Те, кто проходит испытания, считаются полностью подготовленными к реальным чрезвычайным ситуациям. Этот конкурс проводится ежегодно для того, чтобы определить более подготовленного начальника караула со всей области. Здесь участвует 26 человек. Из них мы отбираем трех сильнейших, которые будут представлять на чемпионате Республики нашу область. Сотрудники Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области за совершение преступлений экономического характера разыскивают Ушакову Оксану Владимировну, уроженку города Вологодонска Ростовской области Российской Федерации. С 2010 года Оксана Владимировна Ушакова некоторое время проживала в деревне Пригородное Речицкого района. Получила в Беларуси вид на жительство и совершила ряд правонарушений, после чего скрылась в неизвестном направлении. Ее приметы на вид 30 лет, худощавого телосложения, лицо овальной формы, узкий подбородок, волосы русого цвета, серо-зеленые глаза. Ко всем, кто узнал по фотографии этого человека или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, сотрудники финансовой милиции обращаются с просьбой сообщить об этом по телефону. 8 0232 71 65 82 8 029 132 84 44 либо набрать номер прямой линии милиции 102. Молодые следователи со всей области, стаж службы которых в Следственном комитете не превышает двух лет, собрались на этой неделе в пригороде Гомеля. С 13 по 16 июня на базе специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС проводится учебно-методический сбор, организованный областным управлением Следственного комитета. О всех тонкостях подготовки молодых специалистов в материале наших корреспондентов. На открытой площадке лицея организаторы смоделировали различные следственные ситуации, где молодые специалисты смогут показать свое мастерство и одновременно почерпнуть опыт совместных действий с представителями других служб на местах происшествий. Большинство участников – это выпускники различных вузов, не специализирующихся на криминалистике и уголовном процессе. Поэтому отработка подобных ситуаций, пусть и в тестовом режиме, для них дополнительная подготовка. Ситуации разнообразные, нередко заставляющие участников идти по ложному следу. Вот, к примеру, ДТП. На обочине дороги тело человека и осколки автомобиля. Казалось бы, все просто. Наезд на пешехода со смертельным исходом. Некоторые из присутствующих уже успели столкнуться с подобной картиной в реальности. Но так ли она тривиальна? На самом деле, какие факторы подтверждают версию ДТП? А где, возможно, происходит нестыковка с имеющимися и полученными в ходе следствия обстоятельствами? Ни для кого не секрет, что как мы организуем работу на местах происшествий, насколько мы профессионально и качественно себя поведем именно на этом процессуальном следственном действии, настолько эффективно мы сможем расследовать уголовные дела и раскрывать преступления. Характерно, что в этом мероприятии сегодня принимают участие представители органов внутренних дел, Госкомитета судебных экспертиз, Инспекция охраны животного и растительного мира, а также по нашему приглашению принимают участие студенты одного из высших учреждений города Гомеля. Ежедневно по несколько часов как специалисты, так и студенты Гомельского филиала Международного университета МИЦО работали на местах смоделированных преступлений, осуществляли сбор информации и проводили оперативный анализ вещественных доказательств, определяли путь движения и замысел предполагаемых преступников. Отработка учебных мест проходила по всем законам жанра, применялся обширный спектр возможных средств обнаружения и фиксации. Сотрудники других ведомств также не были сторонними наблюдателями. Они с удовольствием делились своими специфическими знаниями и навыками, добавляя недостающие звенья в цепочку расследований молодых специалистов Следственного комитета. Для максимального приближения к реальности каждой команде по их желанию предоставлялся эксперт-криминалист Государственного комитета судебных экспертиз. В его задачу входили мероприятия по поиску, фиксации и изъятию следовой информации. Что касается экспертов наших подразделений, они показывают следователям возможности экспертной техники, развития науки и техники при обнаружении, изъятии и фиксации следов преступлений. В то же самое время они и сами отрабатывают определенные приемы и навыки, особенности осмотра мест происшествий по нечасто встречаемым, в том числе, преступлениям. Поэтому, естественно, что польза от этих совместных занятий огромная, считаю. Кроме того, не все эксперты участвуют в этом методическом сборе. Естественно, что нашим управлением будут проводиться наши уже методические сборы, где добытые навыки, добытые приемы, осмотр места происшествий будет уже обучаться и наш личный состав. Каждая группа с применением криминалистической техники постаралась наиболее точно и правильно задокументировать увиденное, сопоставить все факты и найденные вещественные доказательства для восстановления полной и объективной картины произошедшего. Помимо практики, со следователями проводились теоретические занятия по специальной и медицинской подготовке. Победителей определят по наименьшей сумме штрафных баллов и замечаний. Но кто бы ни оказался впереди, основная цель мероприятия уже достигнута. Все участники получили в подарок неоценимый опыт и почти неделю дружеского общения с коллегами из разных ведомств, что также немаловажно для молодых специалистов Следственного комитета. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто». И берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова